Здравствуйте! Рада приветствовать всех участников вебинара. Здравствуйте, Вольфенко и Михаил. Меня зовут Татьяна Владимировна. Я основатель сообщества Бёрдс ТВК «Джа». Сооснователи и активные члены сообщества являются Юлия и Анна Кабанова. Юлия сегодня вместе со мной ведет эфир. Анна онлайн смотрит нас. Здравствуйте, дорогие участники вебинара. Меня зовут Юлия Кабанова. Я являюсь основателем сообщества Бёрдс ТВК «Джа». И также мы сегодня совместно с Татьяной Владимировной, основателем сообщества, а также Вольфенгом Казимиром, семикратным чемпионом, будем рассказывать вам о кучерявых канарейках. Также в комментариях вы можете задавать актуальные вопросы по теме вебинара и получать на них ответы на русском, немецком и английском языках. Вебинар будет длиться один час, и мы рады, что вы с нами. Также я вижу, что есть участники, которые разговаривают на английском языке, поэтому я продублирую данную информацию на английском. Итак, hello, dear members of the webinar. My name is Юлия Кабанова. I'm a co-founder of the community ТВК «Джаи». Today, together with Татьяна Владимировна, who is the founder of the community, and world champion Вольфенг Казимир, we will hold a webinar on the subject of Curly Canaries, and you can ask relevant questions about the theme of the webinar in German, English and Russian, and get answers to your questions. So, webinar duration is one hour, and we are welcome, and we are so happy that you are with us today. Общество БЦВК «Джаа» создано для общения друзей по всему миру, обмена опытом разведения канареек и декоративных птиц, а также клуба по интересам. Здесь нет границ для профессиональных заводчиков и любителей птиц. Мы члены Федерации орнитологии Италии и орнитологического общества «Виджино». В нашем разведении более 30 видов канареек. Среди них чемпионы и призеры Германии, Италии и других стран Европы и мира. На 2021 год у нас к разведению подготовлено 160 пар канареек. Так, я вижу, я буквально остановлюсь на минутку, вижу вопросы про запись. Запись останется, и мы ее выложим во всех соцсетях. Не переживайте, если кто-то что-то не услышит или где-то пропадет звук. Так, и мы продолжим. Итак, сегодня мы поговорим о кучерявах канарейках, с семикратным чемпионом мира, с трехкратным чемпионом Европы и также с десятикратным чемпионом Германии, а также членом орнитологического клуба Нижней Саксонии и шести прилегающих территорий Германии, Больфингом Казимиром. Он великий мастер своего дела, а также крупнейший специалист и наш хороший друг. Поговорим о североголатских кучерявых канарейках. Это родоначальники всех кучерявых пород, поэтому разберем эту породу досконально. Далее обсудим парижских трубачей, аги. Если останется время, то уделим внимание другим породам кучерявых. Уважаемые участники вебинара, вы можете в комментариях задавать актуальные вопросы по теме сегодняшнего вебинара. По мере поступления получать ответы. Вопросы могут быть заданы на русском, немецком, английском языках. Продолжительность вебинара 1 час. Итак, Вольфинг, я обращусь к вам. Мы с вами знакомы не первый год. Также были у вас в питомнике, видели всех ваших птиц и также имеем ваших птиц в разведении. И также мы видим хорошие результаты. Поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы такой хороший мастер, как вы, поделились своим опытом, знаниями, любовью к птицам, с участниками вебинара, с заводчиками, любителями канареек. Нам все русскоязычное пространство. Поэтому сейчас я хочу предоставить вам слово. Всем привет! Добрый день! И то, что он из земли Нижняя Саксония и является членом Клуба Канарейшного Клуба в Германии, но занимается разведением птиц в 1978 году. Я очень рад, что был приглашен на эту встречу. И он рад, что он имеет друзей в России и говорит, что вы были в гостях и получили птиц от него, хороших птиц. И он надеется, что вы от них хороших птиц получите. Мы тоже очень надеемся. Спасибо. Вы нас приняли со всей душой. И уже сейчас мы видим потрясающие результаты. И до сегодня мы видим, что в Германии у нас очень хороших птиц. Я очень рад, что это успехи. и нашей дружбы, которая длится уже несколько лет. Сегодня мы хотели бы поговорить о кучерявых канарейках и как их разводить, и как получить хороших, скажем, питомцев. И вот об этом он хочет со всеми беседовать. Есть какие-то вопросы, можно задавать. Да, я предлагаю начать беседу, а уже в конце у кого какие вопросы возникнут, пожалуйста, задавайте в комментариях, мы постараемся на большинство ответить. Думаю, можно начинать. Думаю, можно начинать рассказывать, а уже в конце в комментариях можно будет задать вопросы, и мы постараемся на все ответить. Кучерявые канарейки, да, тогда? Угу. А как и так сказать? Да, да, я как и gesagt 1978 я начал с маленькой канарейки. Зюштент, als Spaß, wie jeder andere Hobby-Зюштер auch, in einer kleinen Voliere. Und das habe ich dann bis 1982 getan und habe dann meine erste Weltmeisterschaft als Besucher besucht und habe dann diese schönen Vögel, speziell auch die frisierten, gelockten Kanarien gesehen, wo ich sofort mich verliebt habe und habe gesagt, diese Vögel möchte ich jetzt gerne haben. Mein erstes Paar Pariser Trompeter, das ich gekauft habe, das war 1982 auf der Weltmeisterschaft und ich hatte mir da sehr schöne Vögel gekauft, muss natürlich sagen, nicht die Erfahrung gehabt mit frisierten und hatte mir gleich gute Vögel gekauft, was im Nachhinein nicht ganz richtig war. und er beginnt mit dem, dass er die erste Paare auf der Weltmeisterschaft auf der Weltmeisterschaft die die beste und er glaubt, dass er nicht richtig beginnt, zu kaufen, die die beste Продолжение следует... В этом году в 82 году он еще несколько пар парижских турбачей и начал разводить их. И тогда он увидел результаты своей работы и какие хорошие оперения получились у него. Он стал их анализировать. Тогда он начал наблюдать, какие результаты, какие оперения получили птицы. И он стал наблюдать, что старые оперения стали пропадать, стали появляться новые и более интересные расы. В этом году я узнала, что это для федерной квалификации. В этом году он стал понимать и научился различать. Различать стал перья одни длинные, широкие, широкие и узкие, длинные и короткие оперения. Вот тогда он стал понимать, что надо спаривать птицы. И чтобы перья были не опущены. Я получил только красивые оперения, чтобы, если возможно, чтобы эти две федерпатии, шмалы, ланицы, широкие, 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 широкие. И один партнер, и один партнер, и один партнер. В этом году он заметил, что если он спаривает короткие и широкие перья, тогда боковые перья становятся мягкими и они падают, свисают. И это было falsch. Значит, надо спаривать с другими расами. Это большая ошибка. Что значит? Если вы спариваете перья, то это очень быстро происходит, что в один или два года их зубы плохо делают, indem они спаривают, что они спаривают, что они спаривают, что они спаривают, что они спаривают. И через несколько, скажем, год-два, то получается, что перья не так плотно лежат и получается как бы пространство между ними образуется. И это очень некрасиво выглядит. Что за терпелекой, в прошломehе они не проходят? которые не проходят. Они не проходят. Эти перья не проходят. вверх и прорастают. Гладкие остаются. Да, и этот Дамсад говорит на фрезерном через вертое параметры. В глотбефедером, крест, норвеж, это очень часто находятся. При каких? Крест и норвеж. Крест и норвеж. Крест и норвеж. Норвеж. Норвег. 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 Норвег и крест. Потому что там много разрушений. И очень часто случается, когда спаривают норвегских. Норвег и крестов, как я поняла. Да, да, да. И тогда, как камками, что ли перья растут. И они не кучерявые получаются, так, в этих породах. Das ist die verkehrte Verparung, die man macht. Beim Frisierten tritt es auch auf, aber weniger, wenn die Züchter sorgfältig umgehen und auf die Federqualität der Vögel achten. Bei Frisierten ist das weniger, aber es tritt auf, wenn nicht richtig auf die Federqualität geachtet wird. Ну, говорит, bei кучерявых это случается не так часто, оно случается, если не наблюдаешь или не контролируешь правильную квалификацию. Апирения. Лучшего квалификации это Афрогер, который, скажем, лучшего квалификации с Бея со вторым сортом в первый год. По возможности. И главное, что это было одинаковой расы. Одинаковой породы, да? Да. 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 Апирения. Да. Первый год. Первый год. Это нужно делать первый год. Вот. Вот. тогда на второй год он наблюдает, какие перья, особенно боковые, если они на какой-то стороне, фланка, это боковая сторона, висят и очень слабые, тогда он смотрит дальше свои шаги. Да. Я чуть разъясню. Получается, это вот плавники у птиц висят, это вот одна из плавников. Да. Если какая-то сторона висит или пушистая, тогда он смотрит так. Когда он смотрит, что боковая часть правой у одного птицы, она висит и слабая, а, скажем, левая она пушистая и закручивается, как кучерявая, то он выискивает из этой же породы птиц и находит, скажем, другая сторона у другой птицы, она кучерявая, скажем, правая, а левая тоже висит, тогда он их спаривает, чтобы получить или выровнять, скажем, обе стороны у следующей породы или у следующей выводки. Да, 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 да. И он говорит, на второй год, тогда выравнивается раса и получается, что обе стороны у новой выводка, они получаются ровные, но и на третий год это уже наверняка будет, но это можно делать только один-два года и затем опять надо хорошую породу, А порода, так он называет, и со вторым сортом Б скрещивать, чтобы получить через год еще новую, скажем, новую, хорошую, сильную породу птиц. Он говорит, это спаривание, он проводил в течение трех, четырех и даже до пяти лет, наблюдал и выискивал лучшие породы. И таким образом достиг каких-то результатов, где он уже точно знал, из какой породы, с кем спаривать, с какой породой и какая птица у него получится, с каким оперением. И еще, что он говорит, что надо обязательно одной расы спаривать. Ну так скажем, вот это вот, парижская тромпета, парижские трубачи, значит они должны парижские трубачи, но они разные, опять, раз бывают. Окей, дальше. И так же надо наблюдать, чтобы... Остальное оперение, как вы говорили, вот это брус, это корзина впереди, она должна выглядеть хорошо. И задняя часть головы, опустение перьев, тоже должны выглядеть. Это все он наблюдает в течение вот этих лет. И как оно получается, он, значит, делает свои выводы. Да, и когда я по-настоящему парижские трубачи, то я была в первом году на Мастер-Пет-Пет-Пет-Пет-Пет-Пет-Пет-Пет-Пет-Пет. И пока он не получил хорошую породу, которую он выводил вот эти все годы, он первый раз выставил лучшую свою породу на парижские трубачи в 2009 году в ноябре. Какие Мастер-Пет-Пет-Пет? На Европа-Мастер-Пет-Пет-Пет ? Он говорит, тогда многие коллеги из Германии говорили, у тебя такие красивые птицы, почему ты не участвуешь в чемпионатах мира и Европы. Но он тогда решил показать, говорит, самое большее, то что может получиться, ну, Бламира как бы опозорится. Больше не может ничего, а так получилось, что у него хорошие результаты. Васас Тодагином? Да, это была первая мастерская, и я сразу получил два парка Европа-мастер, что для меня тоже очень удивительный, но и для меня тоже для волосы, никто не смеет. И тогда у меня неожиданное результат, что он стал в двух видах чемпионом Европы. И все специалисты были удивлены, неизвестный, значит, человек привез птицы и занял самые лучшие места. Да, 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 да. Он не стал в них участвовать, потому как через какое-то время, в 2010 году, он сразу заявил себе на чемпионат мира в Португалии. На чемпионат Германии он не стал участвовать, потому что он знал, что он выиграет. Они его немного смеяли, и значит, дальше, weiter. И на этом чемпионате мира для него и для всех остальных было неожиданностью, и он сразу принес, значит, два, раза второе место и один раз третье место, как неизвестный, скажем, Цухта, это, да, Цухта... Ну, как неизвестный человек, да, никто, и стал сразу призером чемпионата мира в трех видах. Два раза второе место и один раз третье место. И да, я увидел, что я на всеми фигуру мать, что я в любом случае желаю. И с которой я в полном случае был новый уровень, что я был в Лауфе, потому что я был на Мальчатке regelмясь, и я был на Мальчатке в Тюмсер-Меистерских, в 2015, когда я был в первом случае, в мальчатке, überhaupt mitgemacht. Первое Mal. И я также в том, что я еще в немецкалю. Взвешене? Взвешене в том, что я в 2010-2015 в Нидерсахстане. Но в немецкалю в Нидерсахстане? В Нидерсахстане, в немецкалю, в немецкалю. В немецкалю. В первом раз он принял участие на чемпионате Германии в 2015 году и с тех пор он всегда занимает все первые места на Германии и также он участвует на Нижней Саксонии, и также выиграет все призовые места. Пока! Он участвовал во всех чемпионатах Европы и мира, постоянно занимался всегда призовые места и первый раз в 2015 году он представил новую расу Норд-Холленда. Северная Голландия, Северная Голландия, Северная Голландия. В 2015 году он первый раз Северного Голландца выставил на чемпионате Германии, занял первое место. И в ноябре 2015 года также была Европа, чемпионат Европы, там он выставил также Северного Голландца. В 2015 году он был в Европа-Мастер. В Париже, город Метц, он был в Норд-Холландии, и он был в Европа-Мастер. И он был в Европе, чемпионат Европы, в этом чемпионате в Франции. Можно я буквально вопрос задам? Да. Смотрите, хотелось бы чуть-чуть услышать про стандарты. Стандарты. Да, стандарты. И может быть, Вольфмонд нам наглядно на своих плакатах покажет зоны кучерявости. Какой птице? В северах Голландцев. Также у нас есть несколько вопросов про меланин и липохром. Как они влияют на жесткость пера и качество кудри. Может быть, как раз таки это можно связать. Какой птице? Это сейчас Норд-Холландец. Норд-Холландец. И здесь есть премьер-фрисуры. Дри Haupt-фрисуры. Дри Haupt-фрисуры. Норд-Холландца. Это einmal стюзфедер. Это как раз боковые оперения. Или как вы сказали? Половники. Половники, ага. Вот это плавники. И вот этот Мантел на спине, который расходится направо и налево от середины. Да, у нас она Мантел. Да, называется Мантел. Мантел. Дан haben wir vorne die Брустфрисур. Ди Федер treffen sich von beiden Seiten in der Mitte. Он говорит, вот это, как вы сказали, корзина, оперения должны справа и слева сходиться в середине и наверху, как открытая корзиночка должна быть, ее должно быть видно, что она, как он сравнит, и даже с кенгурой, как будто там сумочка, вот это должно быть. Он должен обязательно соблюдаться, что горловина не должна быть кучерявая, и головная часть должна быть гладким, без такого кучерявого оперения. И, скажем, от корзины в нижней части нога не должны быть, не должны висеть отдельные перья, они должны быть все скучные. Вот это самое лучшее, скажем, прическа, скажем, или как оперение, и они должны вот так выглядеть. Вот он показывает, что на задней части этот мантель разделен посередине, и перья сходятся вверх. Вперед. И также вот грудная часть слева. И вот здесь видно, что она там приоткрыта немножко. Это должно присутствовать. Это вот как раз к теме северной голландцы. и, соответственно, я с теми северной голландцами очень, очень успешно вратить, в этих груднях, Майстерства, я решил, как третий раз я решил разводить Агги. Майстерства, я решил, как третий разводить Агги, я решил, как третий разводить Агги. Майстерства, я решил, как третий разводить Агги, я решил, как третий разводить Агги. То есть этой породы первой, второго сорта. И их скрестил. И вот с них он начал выводить. Или улучшать породу. Второй год он получил от этой пары шесть Птенцов. И один из них был особенно хорош. Получилось оперение у него. И он его представил на чемпионате Ветмашиха. 2017 в Испании. На чемпионате мира. Для него было удивлением, что он занял сразу третье место на этом чемпионате мира. Да. А вот можно задать вопрос по Агги? Да, пожалуйста. Смотрите, у заводчиков там еще просят, что значит два типа породы. Это не по Агги, это по другой птице. По Агги только одна раса существует. Ну, значит по другой. Просто не знаю, каким птицам задали вопрос. Вот, у вас есть несколько типов по Паризу тромпетов, да? Не, не Паризу, а Норд-Ноланды. Норд-Ноланды. Он говорит, что есть Норд-Ноланды, это северный голландец и южный голландец. И они выглядят по-разному. Их нельзя скрещивать. Северный голландец? Да. Он сейчас найдет породу южный голландец. Это раса вот как раз южный голландец, да? Это раса вот как раз южный голландец, да? Его обязательно надо отделять от спаривания с северным голландцем. Нельзя скрещивать. Нельзя ни в коем случае их спаривать. И это будет большой ошибкой, потому что ничего из этого не получится. У них примерно одинаковое, скажем, оперение, но у них... У них расположение корпуса южный голландец стоит прямо, а северный голландец, он наклоненный. И у южного голландца шея вытянутая вперед, значит. Но она также при оперении она почти одинаковая. Но спаривать их ни в коем случае нельзя. Получается, что южные голландцы их еще называют Горбачами. Горбачами. Это их интересный фото. Да, они здесь. Да, они здесь, на маленьком фото, еще раз. Примей-фрисур, прямо. Мантел. Это можно наблюдать по этим маленьким снимкам. Мантел, он также выглядит. И здесь, как у северного голландца, корзиночка также выглядит открыто. Слева и справа сходится вперед на грудь. Он говорит, что у него как Горб на спине. И у него ноги выпрямлены очень прямо вытянутые. И вот у него такая стоечка. И вот это отличается от северного голландца. Он говорит, что у северного голландца они немножко присогнуты в чашечках здесь. А у него вытянутые, выпрямленные. Но это к тому, что их нельзя ни в коем случае скрещивать. Потому что они совершенно разные птицы получатся. И как он мне рассказал, из них мишмаш, это как смесь какая-то, которую потом ты никогда или, скажем, через 3-4 года потеряешь, чтобы снова привести в порядок эту расу. Аги? Еще что-то по Аги? Я думаю, судя по времени, уже нужно приступать к вопросам, потому что их скопилось достаточно много. Предлагаю начать с вопроса про североголландскую и подуанскую канарейку. Значит, вопросы из Казани. Можно ли в результате спаривания североголландской с подуанской канарейкой через три поколения получить чистокровного, хорошего качества подуанца? И подуанец. Через три поколения получить чистокровного, хорошего подуанца. Я сейчас formulирую. Угу. У нас есть подуанца и норзландская. Офигеть ли ты, чтобы можно кроить? Нет. Офигеть ли ты, если ты это в 3-4 годах, ты получишь свою правую подуану? Офигеть ли ты? В 4-5 годах. Офигеть ли ты? Можно получить, но я тоже получил подуану. До 2-3 годы. У меня тоже получили тесты. Он говорит, что он уже проводил тест, и из этого ничего не получается. И может быть, говорит, вариант, что 4-5 лет нужно, чтобы подуану снова вывести нормально. Но у него это не прошло. Поняла. Так, спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Он говорит, что не надо показать подуану, да? А, ну, можно показать, я думаю, наглядно. Вот так, это подуана. Выглядит подуана. Возвращение к норзландской крючке, и в 4-3-4 годах, в результате появляется подуану. Возвращение к норзландской крючке... Воротничок у Норд-Волэнда. Это еще вопрос, об вообще он получится. И да, это будет длиться 3-4 года, чтобы такой воротничок попробовать получить. Если я снять, то приkämpлю, что если я снять, то, если я снять, то 50% снять. 50%! Впятая часть головной половины, она пропадет на половину. Думаю, что есть очень плохая половина, которая может быть вверх, 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 вверх. Тогда получится очень некрасивая Хауба, это как у машины называется, Крышка, да? Что там есть? Там получится что перьев не будет на задней части, голова получится полуголая. Эти шапочки вот этой сверху практически не получится. Чтобы вывести на Норт-Холленда. Он считает, что это трата времени. Я поняла, спасибо большое, поняла. Так, предлагаю передвигаться к следующим вопросам. Пожалуйста. Так, смотрите, много вопросов связано с липохромом и меланином. Есть вопрос такой, можно ли паровать двух липохромных в паре, например, как белый меланин с чисто белым или курчавость пропадет со временем? Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не знаю, что это все расы. А липохрома? Я не знаю. Как это раса называлась? Еще раз, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Раса как? Получается липохромных. Липохром. Липохром. Гель. Гелло. Гелло. Желтых? Липохром. Гель. Гелягия. Гель. Гелло. Липохром в желтых. Гель. ái. Гелло. ь. Или белый с белым. Да. Или белый с белым. Белый с белым. Nein, weil это летал-фактор. Белый с белым нет. Это летал-фактор я не могу перевести сейчас. Но надо посмотреть. Es können zum Beispiel drei junge schlüпfen. Einer kann überleben. Die anderen gehen nach ein paar Tagen, sterben die. Из птицей, которые вывозят, трое сразу, они уже мертвые. И которые, может быть, живые, на третий, четвертый день тоже помирает. Und dieser eine, der den летал-фактор drin hat, habe ich erlebt, hat man keine Freude, weil meistens passiert ist, dass sie nach der Mausa, dass sie nicht durch die Mausa kommen, weil das eben ein летал-fактор ist. Wenn sie neue Federn kriegen. Wenn sie neue Federn bekommen, dass die dann sterben. weil sie irgendwie детал-фактор drin haben. Also weiß mal weiß, auf keinen Fall verpassen. Это специфическая болезнь у них тогда. И говорит, если появляются перья, то они снова выпадают почему-то. И у него это из опыта было, и он перестал это делать. А можно ли паровать желтый с белым? Und dann ist er mit gelb mit weißem. Also gelb mal weiß, das verpaare ich ein Jahr. Ein Jahr. Und im nächsten Jahr, da nehme ich auf den Weißen, einen leicht gelb gescheckten. Один год он это делает. На второй год он берет светло-желтого. Im nächsten Jahr ein Weißen mit einem gelb gescheckten. Da kommen dann junger Vogel raus. Gelbe, schwarz-weiß, gelb gescheckt. Ein Weißen und ein gelb gescheckt. Значит, выводок белого и gelb это желто gescheckt. Nein, ein gecheckt. Gecheckt. Гешcheckt. Oder gescheckt. Gescheckt. Бунт. Um die Weißen in der Qualität zu erhalten, bekomme ich aus dieser Verpaarung weiß, weiß, munt auch wieder schwarz-weiße Verpasen. In der Qualität belого kannarik он спаривает их тогда белого с цветным, желто-цветным и получает белое черное. Это получается называется Gecheckt Reboe как-то так. Да. Gecheckt это Reboe или скажем он говорит как конфликт с пятнами вот такой. Und diese jungen, diese schwarz-weißen, schwarz-weiß и этот белый черный оперение, die nehme ich im nächsten Jahr wieder auf einen schönen gelben Vogel. Da kommen auch wieder die schönen weißen mit Qualität. И он спаривает тогда с желтым Птенцом и выходит тогда выводит желтых с хорошим Qualитетом оперения. Wenn man nur weiß mit gelb verpaart, lässt die Qualität macht. nur weißen gelb verpaart wird, dann die Qualität macht. Wenn du nur mit gelb spartierst, dann kvalität verliert mit Jahren. Du musst immer spartierst, wie du vorhin gesagt, mit Vervol Rieb und dann gelb mit Rieb und dann gut kvalität Vervol Dann weiter. И последний вопрос насчет меланина и липохрома. Влияет ли наличие меланина у липохрома на жесткость пера и качество кудри? Меланина и липохрома, в том, что у вас есть качество кудри? У него есть меланина, зеленая, 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 зеленая. И поэтому он спаривает зеленого с желтым. Зеленая, 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 она крупнее. И поэтому он спаривает с желтым. Да, да, да. И это то, чтобы меланина и бунт на белые. И поэтому, когда волюмина на белые, зеленая, 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 зеленая. Он берет выводы из Бандана. И тогда он спаривает зеленая и получает белые, зеленая, зеленая, зеленая. Зеленая, зеленая, зеленая. Зеленая, зеленая. И еще раз. Зеленая, 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 зеленая. спаривает, потому что уже в этих птенцах заложен и белый цвет, и тогда из этого спаривания получается один из птенцов белые, но очень намного крупнее, крупные птицы. И вот в наше время уже подходит к концу, заключительный вопрос, такой, мне кажется, самый интересный, какая порода кучерявых канарей является приоритетнее по своей красоте? Я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем закончить наши вопросы. Я думаю, что я люблю твои приоритеты, которые я люблю. Моя основная работа, которую я люблю, в которых я люблю, это Аги. Для него приоритет, который он с удовольствием выращивает, это Раса Аги. Париза Тромпета. Нордхолленд. Парижские трубачи. Нордхолленд. Третий уже. Меринга. Голландцы. Парижские трубачи и северные голландцы. То, что он с удовольствием работает и выращивает их. И еще вот Меринга, который он сейчас занят этим выращиванием. Это моя четвертая Раса, которую я беру в топ-калитет. Это четыре Расы, которые он говорит, что это топ-калитет, которая выращивает их на чемпионаты мира и Европы. Эти четыре Расы это для него. Это лучшая раса у меня, но из всех, которые он знает, это парижские трубачи для него. Самая лучшая операция. Я поняла. Спасибо большое. У нас время уже, к сожалению, заканчивается. На все вопросы, которые мы не успели дать ответ, мы обязательно ответим в наших чатах. В заключении хотелось бы сказать, что мы благодарим всех участников. Конечно же, благодарим нашего гостя, Вольтманга Казимира, за столь познавательную беседу и опыт и знания, которые он нам передал. И еще раз скажу вам огромное спасибо. Спасибо большое. Да, и о канарейках можно, конечно же, говорить бесконечно. И я надеюсь, что это войдет у нас в хорошую традицию проведения таких вебинаров. До будущих встреч. И я желаю всем заводчикам, любителям птиц, полных гнезд в сезоне 2021 года. И желаем отличных результатов в разведении. До встречи в будущих вебинарах. Да, мы будем вас ждать. Еще раз благодарим наших гостей. Спасибо вам огромное за участие и за такие знания. Не все вопросы будут, конечно, ответить, но они делают это на интернет-сайте. И я надеюсь, что мы продолжим с тобой. И спасибо, что ты это делаешь. Я очень желаю. И если я помогу, то я буду делать это время. Я буду делать это время. Я буду делать это время. Все участники вас благодарят. Все пишут нам в комментариях. И благодарят вас за столь полезную информацию. И то, что вы к нам присоединились. Он рад помогать там, где он может помочь. Он остается с вами на связи. И будет рад, если вы ему позвоните и будут какие-то вопросы. Он с удовольствием постарается ответить на них. Обязательно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Всем спасибо. Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Будьте здоровы и больших успехов в новых разведениях птиц. Спасибо огромное. И вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. С вами был Игорь Негода. До свидания. До свидания.